всем привет дорогие друзья у нас уже день с утра ничего не снимала но сейчас варю компот пока дети на улице гуляют окно открыла тут заодно проветриваться сейчас все другие окна открою и компот поставила варить вчера просто муж купил яблоки кислые оказались очень сильно и дети их покусали и положили я сегодня взяла нарезала и поставила варить компот вот варится а детки на улице там гуляют вместе с папой машинку уже пришла со школы блинчики мы уже поели сегодня катюха сама решила вдруг с утра блинчиков постряпать навела тесто но не до конца дожарила я туда еда дожаривала уже доедали тесто это все доделали что на ребенка нашла вчера я их ругала говорю вы растете даже ничего не хотите у вас никого интерес нет вам готовить не нравится ничего не нравится сегодня катюха решила блинчики пострапать что-то это повлияло видимо на нее разговор и сегодня испугалась очень сильно позвонила мне дочь говорит мама соликамске там в каком-то колледже якобы стреляют смотрю репост девятом классе выпустили тоже по поводу этого я написала сына ильюши ильюши как у тебя дела он не отвечает я начала звонить ему звоню он говорит да мама не переживает говорит напротив моего дома в колледже в автодорожном говорят якобы учения такие игры со стрельбой учения он говорит ну да не горит не знаю но говорят якобы учеба такая у них там учения такие проходят я говорю я чуть с ума не сошла перепугалась очень сильно я ему говорю ильюши давайте уж там со снежаной говорю аккуратно поосторожнее везде ходите в случае чего что мне сразу звонил не дай бог я игру это очень тяжело очень страшно ну че слава богу все хорошо я пишу если ты уже несколько раз написал мне отвечает мама да все хорошо успокойся вот такой вот я еще буду паниковать из-за этого немножко даже слезы на глазах наворачиваются ладно дорогие друзья варим компот и надо прибраться идти в комнате то там такой бардак ваня с марина навели сейчас покажу вам видите там все накидали все раскидали но хоть игрушки нормально стоят и мы вчера на кухне представляли помидоры я пока сюда поставила хочу их вообще уже убрать там помидорки права маленькие есть дети говорят мам не выкидывай я грини уже наверно надо убрать все уже сколько можно их так что такие удела я буду прибираться потихоньку пока детки гуляют белье надо еще идти собрать и другое белье развести у меня машинка там как раз постиралась они где-то там гуляют у нас я к ночь открою вот так на проветривание открою все окна пана открываю щас пусть проветривается пишите ка у вас погода так телевизор не выключить а где маленький пульт вот маленький пульт выключаем телевизор чтоб не горел зря там машенька уроки делает погода хорошая на улице тоже окно открою маш ты не замерзла сейчас я здесь окно открою нет но хорошо то проветрит пока ребят дома нету тут мы решили сделать учебники цвета почему-то свистаны положил это у меня машина полка это светина это катина у оксана в другом месте полочку так что вот тут пылесос стоит заряжается муж мне сделал провод на пылесос и теперь слава богу он может заряжаться и пульс но вот хочу вам сказать очень слабый линолеум даже плохо мусор засасывает приходится надо веником заметать ну а так принципе как место веника пойдет ладно дорогие друзья всем хорошего дня так я хочу начистить картошки чищу ее на вечер чтоб суп вечеру сварить свеженький сварить еще чего-нибудь приготовить достала мясо размораживается курицу и что-то надо будет приготовить ребятки все еще гуляет на улице маша собирается на танцы сейчас скоро пойдет света уже с егором со школы приехали так что такие вот дела у нас звонил я в целиком записалась я на консультацию с вами хирургу-стоматологу чтобы он посмотрел на следующей неделе мне надо бы с ним ехать заранее на обу денежку отложить чтобы туда ехать я не знаю как мне быть потому что с 8 до 10 нам надо попасть туда а у нас автобус только восемь часов отсюда уезжает и как мне тут и это получается я к десяти только туда приеду в селькамск а до больницы ведь еще добираться на это получается я хоть а хоть так не успеваю и чем не делать я не знаю лишь играть мама по идее можно комнату снять приехать вечером снять комнату на ночь и все комната будет стоить сутки тысячи рублей я огромнейшая зарплата как раз только в конце месяцев получается что я не смогу комнату снять чтобы тогда там ночевать и не знаю что делать уже все передумала не знаю ну попробую съезжу примут примут не примут ну нафиг больше значит не поеду если меня нету машины чтобы ехать туда определенно я им объясняла что вы понимаете гру меня нет машина нанимать машину дороже выйдет вот им объясняет что мы не с вашего города что мы с другого города я только на автобусе я могу приехать и вот не знаю посмотрим что-то придумаем короче говоря как всегда как-то вот так вот не знаю съездим узнаем все что скажет но она перес начала все равно консультация сколько это стоит только я забыла спросить сколько это будет стоить я забыла что всем спросить мне было важно узнать как добираться сразу спросила на каком автобусе добираться от автостанции до больницы она мне сразу объяснила на какой остановке выходить и примерно так объяснила где там находится эта больница так что если все нормально будет на следующей неделе я с вами поеду в соликамск в больницу туда посмотрим что скажу что ладно сейчас начищу картошку морковку я не знаю что еще на вечер-то приготовить супчик у это на вас варить я хочу еще капустный щи капустные хотите капустный суп маша маша согласна чуть не свалилась и да у них сейчас знаете вот мы сейчас везде линолеум постелили и у них кайф кататься на линолеуме они из комнаты в комнату на носках жур только катаются и так могут целыми днями кататься это вообще да маша и маша собирается на танцы она ходит у нас вот в местные дк местный клуб так называемый и туда ходит на танцы потому что в городе она не успевает успеваешь да она днем по идее можно их ездить но ты еще не знаешь где катя у нас ездит в город ладно дорогие друзья буду чистить все и потом будем с вами готовить кушать напишите что вы делаете обязательно и какая у вас погода обязательно напишите и подпишитесь обязательно наши другие два канала ссылочки оставлю в описании так что вот такие дела ладно готовим кушать с капустой суп варить короче нашинковал уже капусту картошку на части она нарезала и морковку еще лук осталось мясо у меня варится сегодня дети варенье доставали когда утром блинчики ели ладно варим кушать здесь я поставила курицу варится спинку и ножку куриную ляжь бедрушку все крутится короче курица варится у нас вечером мы с мужем пошли магазин за хлебом за хлебом и за молоком такие вот дела сходили мы в магазин купили хлеб молоко все что надо и вот таких вот два пакетика винограда взяли один уже дети съели вот показываю второй но не успела заснять также сварила уже суп налила остужать пусть остывает как остынет будет детки кушать мы много ничего не брали взяли хлеб белый черное молоко кефир я на завтра взяла хочу что-нибудь сделать постряпать потом виноград 2 пакетика и и и а печенье чего вспомнил все вот такие вот целом все покупки были ничего не показывала многим уже надоело молоко покажу и кефир 3 литра молока взяли и литр кефира сна в холодильнику в город где-то уже виноград папа сна по моему можно сразу поедет довольно ладно буду убирать виноград всем добрый вечер маш скажи привет куда ты помашь пошла на танцы на танцы а я поехала на автобазу мне надо взять баночки под анализы для детей там все в группе зают а так как мы не ходим нам позвонили сказали прийти взять и тоже сдать но мы наверно на следующей неделе как я в целиком съезжу с вами потом наверно пойдем уже в садик подожди маш так что такие дела ладно идем в садик и заодно по пути хочу зайти посадить клеенку на стол купим клеенку она идем дорогие друзья у нас время вечер катюха ты чё делаешь блинчики жарит между прочим сама делала рецепт стой вот такую стопку уже нажарила на готовила целую кучу и вот жарит молодец ты где рецепт смотрела яндексе но вот эти ребенок готовит кушать всем блинчики пока мама болеет ребенок делает сама молодец умница катенька наверно вкусные будут скоро будем кушать да тебе много там еще ты за раз делала тесто или нет два раза тесто завдевал но ты немножко толстоватый делаешь но в принципе молодец на него немножко толстоватым так в принципе ничего но некоторые тоненькие я же тебе горела от налила и вот так вот по сковородке их раз и все и скоро будем кушать блинчики умница